От Рождества Христова. От Рождества Василия. А что такое глобальное служение? Глобальное служение? Подождите, я сейчас... Минуточку. Ну, навещо это в загорении? Если кому-то не очень простите, меня обожаю. Ну и как может служение не подобиться? Я не знаю. Это интересный вопрос. Цего и не уникнуть, и не треба бояться? Мне надоело, мне все достало. Что вы, вы много на себя берете? Это было очень тайно. То есть я никому не говорил. Я уже не уникал служение пасторское. На жаль, бывает так. Как служить Богу после этого? Ну, Бог не хочет такого служения. Ну, не будемо ризиковать. Все, мое призвание это просто учитель биологии. Треба быть обережным с такими висловами, потому что... А кто это сказал? А ну, я не вижу. Кто вы? Расскажите трошки про себя. Пожалуйста. От Рождества Христова. От Рождества Василия. Ну, основное мое служение является... Это миссионерство. Как бы это основное служение. Ну, кто знает, да, мы ездим в Херсон. У нас там, грубо говоря, четыре церкви уличных, где мы проповедуем Евангелие. Уже вроде как есть возможность для помещения. Вот, мы будем людей собирать в помещении, как бы проповедовать им, как бы... Ну, то есть уже будет как бы полноценное служение. Там есть еврейские семьи. Вообще в Херсоне много евреев. Вот, и как бы это служение больше такое, как миссионерское служение. Ну, внутри как бы в общении, внутри... Так, чем я занимаюсь? Ну, стараюсь со всеми быть доброжелательным. Если кому-то не очень простить, то меня обожался. Ну, это очень важно. Вот, что я еще делаю? Ну, провожу классы, да, членские? Подготовка к водному подружению там. Ну, я думаю, что, возможно, подчас нашей разговоры, возможно, еще что-то сможете дать. Я сейчас говорю, что я не знаю на все вопросы ответы, поэтому... Да, мы подготовили перелик вопросов, да, которые, может быть, очень интересные. Может, кто-то задумался про это. И я думаю, что это будет очень полезно для тех, кто это почует и увидит. Доброе. Итак, первое вопрос. Для чего нам нужно служить? Вот, говорят так, что нам нужно всем служить. А для чего? Ну, почему это вообще? Если мы причастны к телу миссии, то мы непроизвольно будем служить. Ну, так не бывает. Потому что если человек является частью, где бы он ни находился, в любом месте, городе, стране, если он часть, ну, церкви, да, общины, если он часть тела миссии, то он будет функционировать. То есть он не может не функционировать. Поэтому если человек не является, ну, частью, ну, как бы это я так, да, ну, все мы читали, да, там, апостол Павел, как бы он говорит о том, что каждый член, он имеет свою функцию в теле. Вот. Ну, на примере нашего организма, не вижу ничего, но чувствую, что у меня все в норме, все оно служит, помогает, функционирует, потому что он находится как бы внутри тела. Поэтому это уже, скажем так, не всегда, ну, то есть это где-то не зависит от меня, потому что когда я нахожусь в теле, то есть тело миссии, да, его жизнь, она побуждает меня, да, то есть к этой функции, то есть, ну, как бы, не знаю, то есть жизнь течет в меня и как бы побуждает меня это делать. Ну, как бы так. Для того, чтобы функционировало тело, нужно, чтобы каждый член тела, он как-то рухался, и один рухается, и другой с ним так же рухается. Ну, как-то... Ну, добре, тогда давайте перейдемо до наступного питания. Уже второе, да, все, сейчас? Подождите, я сейчас... Минуточку. Если все-таки нужно служить, то с чего начать? Вот как вот пришла людина в церковь, и что дальше делать? С чего начать можно служить? Ну, смотрите, с чего начать? Ну, я думаю, что когда человек пришел в церковь, он сразу не будет в каком-то глобальном служении, хотя у него есть, может быть, желание, мечты. А что такое глобальное служение? Глобальное служение? То есть на тебя возложена более ответственность, как бы, да, то, чем... Ну, это когда, допустим, один ребенок в семье или когда пять человек в семье. Ну, я думаю, с чего начать? Я думаю, что начать нужно с самого простого, элементарного. Я думаю, что нужно начинать с того, о чем тебя попросят что-то делать. Ну, тут как бы... Ну, все начинается с малого. Поэтому если тебя... Я думаю, в любом случае кто-то тебя что-то попросит сделать, я не знаю, даже помочь, там, колонку отнести, там, да? Ну, видишь, там... Это тоже важное выслужение. Да, да, там, не знаю, настроить, может быть, гитару настроить тоже, если что. Ну, как думаете, это будет, да? А? Не, ну, я просто... То есть я думаю, что как бы с малого как бы все начинается. Ну, когда я пришел в церковь, я когда пришел, мне было все интересно, я хотел всем заниматься. Я не знаю, почему так. Даже... У меня было даже пророчество. Ну, Бог, он такой, он шутник. Бывает, он может пошутить. И он сказал... Такую, как бы, ну, проговорил мне там через пророков. Он говорит, смотри, чтобы... Я, конечно, не знаю... Я не знаю, о чем... О чем Бог мне говорит, но он говорит тебе, смотри, не подивись. То есть да, вот такое. Я понимал, о чем... Ну, как бы, потому что я реально хотел всем заниматься. Мне нравилось все. Ну, первое, мне нравилось прославление поклонения. Первое мое впечатление... Я знаю, что проповедовал пастырь, хороший проповедник проповедовал, но я не помню, о чем он говорил, но я понимал внутри, что он все правильно говорит. Но мне нравилось прославление. И вот я... Ну, первое мое, как бы, вот... Такое вот, ну, первое желание. Думаю, Боже, я хочу, я хочу это делать. Я хочу сделать. Ну, это, ну, первый мой... Я пока вас на домашней группе, где была своя тоже история. Ну, про это как-то иншим разом. Иншим разом, да. Ну, вот я захотел... То есть я просто увидел, я захотел это. Ну, бывает так, ну, это моя история. Бывает так, ну, это моя история. Або ничего не подобается. Або ничего не подобается. А? Або ничего не подобается. Так это же бывает. Ну, очень сложно, конечно. Ну, бывает такое, да, да, да. Вот. И чем такому? Чего как? И какому не подобается, чем ему заниматься? Ну, это будет уже иншее питание. Да, иншее питание. Вот, как раз, и мы переходим до наступного питания, что делать, если я не вижу, где мне служить? То есть такого не может быть. Кто-то подойдет и скажет, где вам служить. Просто надо быть более внимательными и слушаться. Або как, что вы скажете? Если человек не видит, ну, что я могу сказать? Ну, надо, чтобы он увидел. Дивиться внимательнее просто. Надо, чтобы он увидел. То есть, кто смотрит, то и увидит. Я думаю так, что если человек, он пришел в общину, то у него есть место, чем заниматься. Ну, не может быть. То есть не бывает лишних людей. Не бывает просто прохожих людей. Я в это не верю. Если человек, он попал в общину, и по-разному. Привели, пригласили. То я думаю, что у Бога есть для него что-то, чтобы он начал делать. Я в это верю. Может быть, изначально он не видит этого. Но я думаю, что, может быть, он не понимает. Но все-таки те, кто в общине, там, старшие служителя, я думаю, что по-любому они должны как бы его подхватить. Как бы и сказать, слушай, ну классно, что ты пришел. Ну, вот есть вот это, вот это, вот это. Хочешь, занимайся там. Хочешь, я тебе помогу. В любом случае, есть то, что ему понравится. В любом случае. Даже если человек, иногда бывают люди говорят, там мне как бы ничего не нравится. Но я думаю, что в любом случае внутри ему по-любому что-то нравится. Ну, по-любому. Ну, это, я не знаю. Ну, может даже, как выглядит микрофон, ему нравится. Может быть, он просто мечтал о микрофонах, никогда не было у него в детстве. Микрофон, но тут он увидел, вау, классный микрофон. Ну, я так говорю. Я думаю, что есть в любом случае то, что Бог приготовил для человека. Ну, это не может быть так, что человек пришел, и они ничего не смогут найти. Я думаю, сейчас было бы очень, как скажем, уместно сделать рекламу всех наших служений, до которых вы можете приедетесь, если вы в пошуку. Так что, если вы не можете найти служение, обратитесь, мы вам найдем служение. Зайдем, да, все покажем, зайдем, расскажем, все будет хорошо. Питание, вот, тоже вы начали про это говорите, если мне не понравится то, что предлагают, ну, вот, например, я не знаю, где служить, мне предлагают делать это или это, а мне не понравится это. Что делать тогда? Почему не понравится? Странно как-то вообще, очень странно. Ну, и как может служение не понравилось, я не знаю. То есть, например, если человек, за своим темпераментом, за своим характером, ей не подходят служение, которое ей предлагают. Да, то что? И так же бывает. Так. Ну, я думаю, что, ну, так же бывает, да, возможно. Но я хочу сказать, сказать из места писания, что если человеку не подобается служение, то, ну, писание говорит, что ты, если ты хочешь иметь свое служение, то есть, ну, то, что, ну, то, что Бог приготовил для тебя, и то, что будет тебе нравится, и пока ты этого, ну, может быть, что-то не нашел этого, то, представь, что будь верен в чужом, и Бог, он даст тебе свое. То есть, это нормально, когда ты делаешь, может быть, не то, что тебе нравится, но ты, ну, как бы, в чужом участвуешь, ну, как бы, не в своем, да, там, помогаешь, не знаю, и тебе там не совсем подобается, то, ну, как бы, я думаю, что через время Бог даст тебе свое служение, потому что находиться просто в нейтральном, как бы, таком, ну, я не знаю, для меня это скучно, ну, серьезно, вот не знаю, как для вас, но я постоянно люблю что-то делать, у меня все расписано, куда, что, к чему, куда я еду, зачем, для чего я еду, почему я еду туда, то есть, ну, просто сидеть, как бы, дома, ничего не делать, я, мне просто, как это называется, пару, то есть, я не могу, как бы, то есть, ну, я должен что-то всегда делать, я не знаю, почему такой, какой-то моторчик внутри, но, я думаю, что, ну. Если вам скучно, приходите, служите, и життя будет играть новыми фарбами. Новыми фарбами. Фарб будет богато, Боже, столько будет фарб, что и приключений, и фарб, и все это. Это же доброе. Это доброе, да, даже, вот, но в любом случае, это нормально, ну, заниматься, ну, не то, что там, я, люди бывают, там, как бы, в моей практике, то есть, вообще, как бы, вы сами знаете, что я вот делаю, не всегда как бы это нравится, ты просто, ну, ты делай, Бог даст тебе свое. То есть, специально, что верен в чужом, то есть, чужом, не в своем, Бог даст тебе твое. Поэтому, просто, понятно, что это может, человек будет делать, это наш, не с чистым, как бы, ну, не полностью, потому что, когда это не его, он не будет полностью, как бы, выкладываться, ну, это не его. Ну, помогать в чужом, там, участвовать, это нормально, это вполне, как бы, то есть, это даже, это, это, это хорошо. Если перегорел в служении, что тогда делать? Это интересный вопрос. Ну, далее мы подходим до больше таких складных и цикавых вопросов. Так, ну, я скажу так, я думаю, что любой человек, который служит, он в любом случае проходит этап перегорания. Ну, как бы, ну, почему? Потому что, ну, служение Богу, оно не всегда связано с, с такой, постоянной радостью, наполнением, то есть, ну, совослужить, то есть, ты что-то отдаешь, ну, ты чем-то делишься, ты, и человек сталкивается, в любом случае, ну, человек не может перегореть, там, допустим, за два-три дня. Ну, это не говорится о тех, кто пришел только-только в церковь. Те, кто пришел в церковь, море по колено, они все хотят делать, и завоевывать страны, миры и так далее, и даже, если им дашь другую планету, они туда тоже полетят, все как бы, это уже говорится о том, что человек долгое время в служении находится, да, и в любом случае, любой человек, ну, я по себе скажу, я думаю, что может кто-то, любой человек, он проходит, такой момент, как перегорание. Ну, ну, как сказать правильно, этого не нужно сильно бояться, это не то, что прям какое-то ужасное такое вот. Цего и не уникнуть, и не треба бояться? Потому что, да, потому что он проходит через, через стрессы он проходит, этот человек, да, то есть если он служит, через какие-то непонимания, да, через, может быть, невосполненные ожидания. Ну, бывает, человек ожидал, что вот будет вот так, вот так, вот так, но не всегда так происходит. Поэтому, я думаю, что если человек находится в служении, он служит, он отдает, он пройдет этот этап своей жизни. Я не знаю, насколько кто-то проходит очень, может быть, очень, может быть, жестко проходит, или, не знаю, там, полностью перегорел, что-то, может быть, не полностью, наполовину, но, знаете, он белый, а тут чуть-чуть подгоревший. Еще вы можете порадить людине, яка проходит зараз такой период? Я думаю, что этому человеку нужно остановиться, на какой-то этап времени оставить, то есть это нормально, потому что раньше так, раньше вообще, как нас учили, но нас учили так, что если ты не можешь идти, ползи, главное, чтобы ты отдыхать будешь на небесах, вот, а тут надо, вот, ползти, грипсти, то есть, ну, в каком-то плане это срабатывает, ну, то есть это тебя где-то мотивирует, там, ты делаешь еще шаги, уже ты не можешь делать, тебя, знаешь, уже перекосило, ты все равно пытаешься делать какой-то шаг, но ты думаешь, вот, я дойду до конца, я думаю, что в такой период нужно, нужно видпочитать, нормально, мы шаббат празднуем, да, то есть, Бог, Бог дал нам шаббат, представляете, чтобы человек вот працював без перерыва, вот просто, вот, вообще без перерыва, какой бы он был бы, какого цвета он бы был бы, видишь, я знаю, видишь, кто-то знает, кто-то уже работал бы, то есть, я думаю, это нормально, оставить служение, даже, смотрите, ну, есть история, ну, она как бы не описана в Библии, но есть как бы, ну, то есть, это апокрифические книги, то есть, служение апостола Павла, что описано, что в его жизни был период, когда он на какое-то время оставил свое служение, то есть, ну, это как бы, как бы история, то есть, правда или нет, то есть, да, ну, был как бы период такой, что он даже вроде апостола Павел, он оставил свое служение, не знаю, долго-немного, как бы, то есть, это нормально, я думаю, что нужно отдохнуть человеку, набраться сил, может быть, этот момент, ну, как бы, это вообще отдых, это не пассивная часть, то есть, знаешь, ты себя скинул, мне надоело, мне все достало, все, я хочу, то есть, вот в этот момент, именно, наверное, все-таки переосмыслить, почему это случилось, предугадать это невозможно, ну, как и, как и брак тоже, то есть, ну, отношения, то есть, ты не можешь, у тебя будет все классно, все будет хорошо, как бы, ну, ты не можешь предугадать, Бог говорит, бери, иди, делай, да, там, он не говорит, что там с тобой случится, да, если бы он говорил бы, там, Аврааму бы сказал бы, что с ним приобрел, сказал бы, так, Господь, дурных нема, я не хочу идти, да, поэтому, отдых, это не пассивное все-таки состояние, как бы, ты не сбрасываешь себя, как бы, и говоришь, мне все надоело, я думаю, что в этот момент все-таки важно поразмышлять, почему произошло так, я думаю, что происходит из-за того, что, из-за того, что у нас есть, Бог дал нам определенные ресурсы, они ограничены, и человек на себя очень много взял, это может быть даже не по воле человека, что иногда, знаешь, не хватает служителей, не хватает помощников, и человек, как бы, очень тяжело ему отказать, ну, допустим, из-за того, что не хватает, и он как бы на себя берет, 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 он как бы не чувствует, знаете, когда, допустим, спортсмен занимается, да, там спортом, ну, допустим, может быть, Шамиль тоже знает, я трох и знаю, то есть он он изначально когда ты тянешь большой вес ты не чувствуешь этого но потом твои мышцы дадут есть такое как растяжение мышцы ты можешь выбиться со спорта на долгое время поэтому очень важно как бы ну размеренно это делать ну может быть сейчас этому учат уже допустим но раньше там у не учили то есть нам на тебя могли навалить как бы и ты можешь как бы взять и на тебя навалят как бы и ты еще поэтому происходит я думаю что и от перегружения то есть но это как бы причина почему происходит поэтому в таком случае человеку необходим отдых чтобы подумать чтобы отдохнуть я думаю вас вас было такое в жизни у меня было такое жизни я я просто ушел от всех служений просто ушел потому что меня как сказать я не был сломлен но я не мог нести то что ну я нес раньше как объем как бы ну внутри как бы явно ты словно тогда у человека отношения с богом нарушаются он сломлен человек как бы да то есть у меня отношения с богом были но я не мог ничего делать вот мне даже многие вещи раздражали думаю боже мой я я оставил оставил я не знаю на год или на короче я оставил полностью все служения занимался там просто работал приезжал на работу уезжал на работу пил кофе вот из там отдыхал и так далее то есть это ну ну и я конечно размышлял но потом когда прошло время я думаю вам я хочу что-то опять делать я понимал что да я не буду на себя как бы много брать хотя конечно не получается но бог дает какую-то благодать бог дает какую-то силу и не знаю ну не знаете тебя как-то вот не знаю несет там прет это делать такое слово поэтому ну ключевое это что это может работать с будь кем тут важливо розуміти что если вы много на себя берете то вам может не вистачать потом ресурсу а если уже так сталося то потребен час на восстановление и отпечаток и не просто ничего не робите а розмирковывать чему так сталося взагалі и зробить какие-то висновки чтобы потом не намагаться не допустить это так смотрите я думаю что в любом случае человек ну он проходит этот может быть это сильно страшно звучит перегорание может быть ну не знаю уставание от чего-то или ну может быть какой-то начальный этап перегорания потому что есть на самом деле есть серьезные когда слушателя они просто серьезно они настолько чувствуют себя плохо что ну мне даже пришлось в моей жизни я прошел и для вас им кауты я это было очень тайна то есть я никому не говорил я уже не услужение пастырская я говорю оксане никому не говори я уеду на им каута то есть мне нужно поехать на им каута к никому не гайд скажет просто там где-то поехал на три дня где мне служили но знаете есть таки да служение там им кауты приз dios это очень классное служение но они они очень нужны и важны мы думаем что служитель там любой служитель там пастырь будь какой каком ты позитивно находился все будет как бы классно ему это не надо будет я думаю что в любом случае это пригодится это нужно нужно сбросить себя потому что мы по-любому на то есть ты это по-любому накопиться учет не может как-то пройти мимо этого конечно же нужно стараться следить за собой нужно следить за своим сердцем за тем что ты делаешь отношения с богом но в любом случае вот я с кем сталкиваюсь да кто служит любом случае любой человек он проходит этот момент остывания перегарания не дай бог сгорания но я думаю думаю что даже даже когда человек сгорел бог может его восстановить и такие ну это это есть такое поэтому а что я сюда пришел я что-то забыл что я ушел от темы да нет ничего все добре у меня тут з'явилось еще одно питание до цього вот як відрізнити чи це вигорання перегорання або це просто линь якась там або щось подібне линь охота линь ну знаете как люди виправдовывают там инколи свою линь або просто ну та шесть мне не хочется вставать я наверное я перегорив не хочется мне сегодня идти на служение наверное я перегорив от я к вот и дрэзнити оцей стан якшо це тимчасово просто ну там якісь там справа вы какие заботы а по оце справді перегорання не ну линь вона вона по-своему мая вплив ну это другое ощущение то есть ты как бы чувствуешь себя нормально ты ни на кого не обижен ни на кого не не огорчен тебе просто лень что-то делать то есть ни на кого там да там не вне образы всяких то есть я думаю что это другое то есть человек который на 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 этапе как бы перегорания то есть у него другое состояние у него то есть уже накопленное состояние каких-то огорчений обид непонимание даже может быть и на бога то есть не неожиданных или там до ожиданий которых он может быть ожидал от служения от людей тоже сейчас на ты ожидаешь от людей ну тогда нормально да ванька то что делаешь хорошие тебе хорошо поступают но бывает не всегда тогда бывает происходит нажаль бывает бывает поэтому это лень это просто ты себе ничего не болит и просто не хочешь ничего делать ну как бы ты ни на кого не обижен все как бы у тебя нормально ну как нормально просто тебе как бы лень ничего не хочется делать я думаю что это внутреннее как бы состояние которое оно оно отличается то есть ты не ранен ты просто лень как это слово да да ты ты не ранен человек ты просто трохи трошечки ленивый то близлежа бабушка четыре не擔ственного типа не хочется judgement Наступное вопрос, очень важное и очень болезненное. Как служить Богу, когда все разваливается? Как служить Богу, когда все разваливается? Все-все? Все-все. Что-то, 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 все. Я могу для уточнения, например, вопрос задать, как продолжить служить, если Бог не отвечает на молитвы, про безопасность семьи, про то, что случится что-то, может, кто-то померет из близких, особенно сейчас, в период войны, например. Как можно продолжить верить в силу молитвы, как служить Богу после этого? Это вопрос непростой. Ну, это сложно служить в таком смысле. Вообще сложно служить, когда у тебя разбито сердце, и когда, ну, то, что сложно, это не... Оно... Но Бог не хочет такого служения, потому что... Потому что оно не будет приносить какого-то плода. Я думаю, что тоже нужно... Я думаю, в таком случае, я думаю, что тоже нужно где-то остановиться, может, уйти на какой-то карантин, я не знаю, на какой-то отдых. Но если у тебя разбитое сердце, если ты настолько сильный человек, ну, не знаю, сильный, что тебя... Ну, есть ли такие люди, я не знаю, когда все вокруг тебя валится, разрушается. По-любому мы все люди, мы по-любому вечеваем, да, все, что происходит. Если это касается еще меня, моей семьи, как бы, да, то есть и, не дай Бог, там, там, ты запомнила трагедию, да, если трагедия, как бы... Так, так. Я думаю, что здесь только поможет отношение, твои отношения с Богом. Индивидуальные, личные отношения с Богом помогут тебе, ну, что-то делать. Потому что не всегда помогает, ну, как написано, буква, она убивает, а Дух животворит. То есть, здесь не помогут знания, там, библейские истории, и что-то, ну, все такое. Я думаю, что здесь поможет... Здесь поможет только Бог в этом случае. Никто не поможет. Ну, чтобы пройти этот тяжелый путь, как бы, но... Ты не можешь двигаться постоянно на какой-то волне, там, ну, как будто тебя это не касается, и все, как бы, хорошо. Или, там, методом исповедания, что все будет хорошо, все... То есть, ну, это, как бы, сложно. И только Бог поможет. То есть, если у человека есть отношение с Богом, ну, глубокие отношения с Богом, то... то это поможет ему двинуться дальше. Ну... Ну, я думаю, так. Слава Богу, ну, я, опять же, я благодарен Богу, как бы, ну, это просто вопрос, может быть, даже к тем, кто что-то в жизни больше пережил, перенес. Ну, вот. Как бы, я благодарен Богу, что, ну, были трудности, там, какие-то еще, там, ну, может, что-то я переживаю, там, сейчас. Но я благодарен Богу, что я смотрю на людей, через что они проходят, и как они проходят, через что они проходят, и они, не смотря на это, они все-таки продолжают как-то служить Богу, но меня это вдохновляет, как бы. Я думаю, что это это только живые отношения с Богом. По-другому, ну, по-другому человек не сможет до этого пройти. Как-то, ну, как я думаю, что... То есть, наиважливее, чтобы пройти будь-что, это нужно сбудовать мать отношения с Богом, пиздевать Его, мать особистые отношения, и тогда, как бы, ну, не то, что там легче, да, все будет пройти, но, возможно, в целом будет это пройти. Ну, я думаю, как бы так. Ну, я думаю, что это так. Не знаю, может быть, у кого-то серьезно, у кого-то есть что-то еще добавить, как бы, ну, и... В самые сложные периоды жизни, помимо личной встречи с Богом, которая нужна такому человеку, личных отношений, важно просить о помощи тех людей, которым вы доверяете. Муж, жена, друзья, наставники, вот те люди, которые вас выслушают, и которые будут за вас молиться, и вот просто вот нести вас на руках молитвы в эти вот сложные обстоятельства. Это прям очень важно. Ну, да, это тоже важно. А ты никому не можешь рассказать о проблеме? У тебя... Особистая проблема, которую ты не хочешь ни с кем обговоривать. Так. А что ты не можешь? Ну, расскажи, Иванес, я тебя выслушу с удовольствием, да? И, может, скажет тебе, вот сколько у тебя, сколько тут человек раз-два... Ну, я могу сейчас не лично про себя говорить вообще. Тобто, если вы думаете, что вам не ма кому рассказать, то насправді есть люди, которым вы можете рассказать. Просто уважнейше подивиться навколо себя. Идите и сказать... Я думаю, нужно выбрать просто человека, который ты доверяешь, по-перше, и человека не просто тебя выслушать, и потом всем это рассказать, а это мае быть твоя довера, и ты маёшь доверять этим людям, навіть, если у вас не очень близкие стосунки могут быть. Вот. Но это мае быть доверенное обличие. Лицо. Для этого нужно строить отношения с людьми. Мы все ходим в общину, в церкву, не просто так. И тут есть другие люди, с которыми нам очень важно вибудовывать эту коммуникацию, отношения налагодить, чтобы были эти люди, которым вы можете рассказать, поделиться, которые могут поддерживать вас в молитве. И вот это очень важно в таком ключе. Это очень важно, чтобы эта людина, которая рассказывает, она тоже делала какие-то шаги до решения этой проблемы. Потому что бывает, человек расскажет кому-то о своей проблеме, и, допустим, человек, который выслушает его, все-таки, я думаю, что он возьмет молиться за него, но все-таки есть какие-то шаги восстановления. Если человек, допустим, он не будет эти шаги восстановления делать по отношению к своей жизни, потому что эти шаги, они есть, то тоже будет сложно. Поэтому туда отношения с Богом надо делиться с людьми, которым ты доверяешь, но и, опять же, не относиться к тому, что все за тебя сделают, тебе тоже нужно принимать... Прикладать и ответственность. Да, принимать какие-то решения и действия к восстановлению, то есть какие-то шаги к восстановлению. Такие вот три момента, я думаю, что получится у человека выйти из какой-то там ситуации или обстоятельств. Потому что люди, не знаю, в практике моего служения люди много подходили, говорят, у меня там проблема, помолись, подержи. И человек всю жизнь подходит и помоги, подержи. И ничего не делай. Когда спрашивают, ты что-то сделал по этому поводу? Ну, я пытался сделать. Ничего как бы... Просто помоги, просто помолись, все как бы... Ну, и что, должен что-то делать к этому, правильно? То есть какие-то шаги проявлять и так далее. Потому что дорогу осилит идущий. Чи впливает наше служение на наше спасение? Чи... Ну, вот, вот, как говорится, так написано, вера без дел, мертва. То есть без служения мы можем... Ну, недостатньо нашей веры, мы не можем спасаться. Або это не впливает. А если впливает, то как? Ну, дивитесь, теологически, оно не впливает на наше спасение. Ну, потому что спасение, оно не от служения. Но... Тут хочется вставить какое-то «але», напевно. Но, да, ну, диви, то есть служение, ну, спасение, оно по вере, да, то есть, ну, поэтому теологически, оно не впливает на спасение, оно может богато вплинуть на ту награду, яку Господь тебе приготовил. Что Господь приготовил награду за что? Ну, просто так ты пришел и говорит, о, Боже, классный привет, Господь тебе на тебе за это. А за что? Ну, так просто. За то, что ты такой хороший. Так просто мы получили спасение. И то для нас просто, но для Господа это было непросто. Потому что есть много вопросов, ну, опять же, смотрите, то похоже, как бы вопрос, да, можно ли потерять спасение, если человек не находится в церкви, там, или в общине. Ну, как сказать, опять же, если вот брать теологически, то человек, ну, он не потеряет, ну, это, конечно, это опасное состояние, ну, потому что, если он не будет в церкви, то он, возможно, потеряет веру. А вот если он потеряет веру, то он, тогда он... То есть оно не так прямо впливает, но все-таки впливает. Да, если человек не в служении, не прикреплена до какой-то там церкви, або громады, то тогда человек может отходить от Бога, и ей сложнее сберегать веру. И тогда она может втратить... В большинстве случаев, да. Я хочу сказать, не во всех, но в большинстве случаев. Ну, не будем рисковать. Да, тут, я не могу сказать, что человек, которая, которая не в церкви, ну, человек верит, ну, понятно, она, ну, много, что, ну, она много, что теряет, когда она не в церкви, она не в громаде, не в общине, она богато еще теряет. Она теряет то благословение, которое Господь, ну, приготовил. Потому что Бог, он написано, что он дал дары, да, то есть, которые, ну, телу, чтобы каждый человек служил, он дал служение. Бог особенно действует через церковь, через общину, через, написано, как хорошо и приятно быть вместе, там, братьям, сестрам. Человек, который находится на, ну, на самоте один, он, он очень, он лишен этого всего, просто лишен. По поводу спасения есть как бы вопрос чуть другой, как бы, ну, ну, можно, это как бы отдельная тема, но он много, много лишен. И, конечно, опасность, опасность, вероятно, что человек, он, он не защищен. Написано, что, когда человек общается, то кровь и шоу она омывает, то есть там всякого греха, то есть он много, что лишен, практически. Поэтому это очень опасно и сложно, да, то есть не находиться. Поэтому лучше находиться в общении, общении, общаться и так далее. как-то так. Спасибо. А еще у нас есть трошки часу, и если у вас есть вопросы, мы можем задать вопросы, может быть, у кого-то что-то появилось, какое-то вопросы. Только не сложные, пожалуйста. Только не все сразу. У меня два дня плохо спал, поэтому. Так? Хорошо. Хорошо, такой вопрос. Если, допустим, вот человек, он имеет видение, например, своего служения, возможно, откровение какого-то служения, как он должен к этому идти? Какие шаги он должен предпринимать? То есть, потому что, ну, как это правильно сформулировать? У человека есть видение, есть желание на какую-то позицию, например, то есть как понять тоже правильно, это твоя амбиция, это действительно желание там от Бога, допустим, вложенное в тебя, к чему ты можешь стремиться. Как человеку прийти к этому, как правильно построить этот путь? Ну, если, допустим, это, ну, какое-то там, может, не маленькое служение, допустим, а, как вы сказали, вначале глобальное, то есть, какой-то там занимающаяся позиция какая-то, лидерская, например. То есть, как человек должен к этому прийти и правильно в себе разобраться, это его личная амбиция, Желание какой-то там, ну, статуса, например. Или это действительно вложенное в него, допустим, Богом. Илья, смотри, давай более конкретно. Конкретно, давай, допустим, служение, допустим. Ты хочешь быть пастором, ну, к примеру, да? Давай, ну, конкретно. Ну, какие шаги? Ну, по-любому, то есть нужно, во-первых, учиться этому, то есть, ну, учиться проповедовать. Ну, нет, даже второе. Первая степина, то есть это, ну, я думаю, что в любом случае, если у тебя есть желание, то это желание, оно, скорее всего, от Господа. Ну, в большинство случаев, как бы, ну, в практике, то есть, ну, если Бог дает желание тебе и ты, то это желание, оно от Бога. В любом случае, нужно пробовать, нужно не бояться. Потому что, если, ну, если вдруг это не от Бога, если ты, ну, если ты не попробуешь, ты не увидишь. Вот. А если ты попробуешь, допустим, ты будешь к этому стремиться, но потом какой-то период ты поймешь, что это, как бы, ну, это не мое служение, там, не знаю, то тебе хоть не так будет, скажем так, ну, там, слово «прыкру», да? Ну, когда ты не попробуешь, ты будешь думать, ну, вот я лучше бы попробовал бы и так далее. Ну, ну, это такое. А если у тебя есть какое-то конкретное служение, допустим, там, то к этому нужно стремиться. То есть нужно обучаться, это очень важно, потому что, ну, пастор, он должен знать Писание, он должен любить людей, в первую очередь, то есть и знать Писание, чтобы помогать. И тебе нужно в этом практиковаться. Практиковаться, то есть, ну, может останавливать людей и проповедовать им Слово Божие. Очень важно учиться, иметь теоретическое образование. То есть, ну, это важно, как бы. То есть, это уже практические шаги к этому. То есть, если ты знаешь конфетентное служение, там, если ты музыкант, тебе к музыке, то нужно, ну, что делать? Да, там, не просто слушать музыку, да, нужно учиться этого, нужно идти в музыкальную школу, нужно учить нотные грамоты, как бы, да, то есть нужно развиваться в музыке. То есть полностью осваивать, как бы, да, то, что у тебя есть. Понятно, что люди часто оперируют, что у меня есть дар петь, я вот хочу ничемного только петь и так далее, вот. Но плюс к пению еще надо все-таки иметь и знания, чтобы различать диакорд до, диакорд ре. Ну, бывают простые вещи, правильно, как бы. Ну, нужно поэтому знать хоть небольшую, как бы, грамоту. То есть нужно практически к этому идти. Первое, если у тебя есть желание, я думаю, что это на процентов 90, даже больше, это от Бога желание, вот, не твои какие-то там, но если это твои амбиции, это будет, ну, очевидно, видно, и у тебя пропадет это же, ну, ты, ну, знаешь, как бы это мне, мне там нужно, не нужно вообще. Если в общине, ну, или в церкви, допустим, нету этого направления служения, на которое у тебя есть откровение или желание, но в то же время ты понимаешь, что ты еще, ну, ты не можешь стать, допустим, лидером или там локомотивом, который поднимет это служение, но ты знаешь, что вот оно у тебя есть, это желание. Как тогда тебе поступать? Ну, смотри, в любом случае служения не будет, служение всегда появляется, если есть кто-то, кто будет это служение нести. Если кому служить, то служение будет. Да, я думаю, что если у человека есть это желание, то я думаю, что это служение, оно как бы появится. Мы, вообще, я благодарю, что мы находимся в еврейской общине, где, ну, скажем так, не там какая-то там законическая, как бы, такая община, что тебе ничего не позволяет, как бы, делать. Здесь позволяет развиваться тебе самостоятельно. Конечно, как бы, там есть определенное видение, как бы, да, но я скажу, что по своему, как бы, опыту, как бы, находясь здесь, то есть тебе позволят, как бы, развиваться в том, что у тебя есть. Может быть, какие-то там помощь там будет, допустим, может, какая-то будет корректировка, но в основном, как бы, служение, ну, помогут развиться. И, ну, как бы, наша община, она в этом очень, у нее спектр, как бы, очень, ну, большой. Поэтому мы помогаем людям все-таки развиваться. Главное, чтобы люди были, знаете, не хватает кадров, вот там, да, там, в танцевальном служении, да, Наташа всегда пытается привлечь, вдохновить, смотивировать и так далее. Поэтому, ну, не всегда все могут это делать. Я думаю, тут еще, таки, можно, таку, відповідь, да, можно еще, вот, треба шукати однодумцев и тех людей, які також горят этим и бачать, что в цьому есть потреба. Да можно просто зажечь своим. Ты знаешь, знаешь, у меня, честно, в школе был учитель, я тебе скажу, у нас на уроке этого учителя все любили биологию, все, даже я в том числе, там, какие-то, эти все, там, животные, там. Ты памятаете еще что-то из программы? И он так это мог рассказать, там, так, что тебе просто хочется, ну, Боже, все, мое призвание это просто учитель биологии. Так, пожалуйста, еще есть какие-то вопросы? У меня вопросы, касательно командного служения. Ой. Ой. Какое классное питание будет. Частейше мы служим не одни, а в команды с кем-то. Чи были у вас ситуации, когда вам было тяжело служить в команды, в плане того, что у вас были разные, ну, не бачения, а вот разные погляди на, там, как сделать, что сделать, и вот как вы с этим стыкались, и что вы делали, когда вы мали разное понимание, как и что нужно делать в служении, в каком вы служите. И что были вообще, может, таких ситуаций у вас не было? Я думаю, что у кого не было, тот самый счастливый, 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 счастливый людина. Служение в команде – это непростая речь, потому что все разные люди, у кого есть своя думка, свое мнение. Вот. Но, исходя из всего этого, я все-таки думаю, что нужно уважать друг друга и как-то находить, я не знаю, это, знаешь, это вот, допустим, у меня трое детей, ну, когда были маленькие, я всегда думал, как, вот они все разные, не знаю, все разные, ну, как-то так получилось. И я пытался находить что-то такое общее, чтобы их как-то объединяло, чтобы, ну, я не знаю, хотя было иногда сложно, там, одна кричит, я хочу вот это, другая вот это, дай сюда, там, драка. Кто-то заволся, кто-то думал, боже мой. Поэтому я все-таки, работа в команде – это, ну, это строительство. Это непросто, это, нужно, не знаю, иметь мудрость от Бога, призвание, мудрость все-таки попытаться, не знаю, ну, сделать так, чтобы все-таки вы пришли к какому-то одному решению. Ну, многое, можно сказать, конечно, многое, да, зависит от лидера команды, то есть, ну, как бы, это его, как бы, задача. Ну, попытаться, по крайней мере, то есть, ну, это нелегко, это сразу же, это нелегко, но это возможно. То есть, и пусть Господь благословит всех тех, у кого есть команды, кто трудится, вот, и как-то находить какие-то общие, не знаю, интересы. Ну, вот, как-то так, я не знаю, но у меня много раз было, когда, да, там, не соглашались, ну, тогда хорошо, окей, тогда, ну, делайте тогда, ну, как, ну, давайте сделайте тогда, как вот вы считаете нужным. Иногда бывают роли меняются, это очень, ну, кстати, практически помогает, когда кто-то хочет рулить, ну, там, или заруливать, без проблем, я скажу, можно доверить тому человеку, пусть попробует. Ну, скажет, хорошо, давай, вот, два-три, полгода, как бы, ты вот становись и вот делай, как ты вот понимаешь, и это нормально, это хорошо. Иногда там, знаешь, муж семьи говорит, да, ты ничего не делаешь вообще, там, шо там, ты только за детьми смотришь, вот, я вот работаю целыми днями, пошел в потею, вот, вообще ничего не делаешь. Ну, так, два поменяемся. Знаешь, такое было в практике. Я скажу, хватало буквально ненадолго. Потом благаю, пожалуйста, можно я займусь тем, чем я займусь. Поэтому я думаю, что эти вещи нужно, иногда вот, как вот в шахматах бывает, что меняются, да, точно там, как это называется. Да, вот, вот это да. Поэтому обмен, обмен, скажем так, ответственностью никогда не помешает. То есть, иногда человеку нужно самому пройти какой-то этап, ну, побыть вот в этой, как бы, знаешь, потому что обычно говорят все, что там, ну, там, лидер это, вот он должен всегда быть улыбчивым, никогда там не огорчаться, там, вообще пастор, он должен всем заниматься, то есть, ну, и вдохновлять, и все делать, как бы, и так далее, и тому подобное. Ну, и вот если бы я, вот если бы я, знаешь, что-то говорится, если бы я был на месте Адама, я бы точно бы не, нет, вот я знаю себя, вот если, вот Адам был, конечно, малодушный, вот если бы я был, ну, поэтому это нормально поменяться, чтобы человеку дать немножечко ответственной роли, да, позиции. Треба бути обереженными с такими висловами, потому что обереженными с такими висловами, от если бы я, потому что можно отримать. Можливість проявити себе, вот так. Так, а ответить, может, еще что-то? Все нормально? Хочется, какого-то дополнения, або... Все добре. Если, например, про словлення, вот, есть певный шлях, коде рухается, но как всем вместе, да, так, как всем вместе, вот, мать это, например, это, это время, это время, да, чтобы рухаться до него, как бы сформировать его, чтобы всем было понятно, куда мы двигаемся. Тут вопрос, правильно или неправильно. По-любому ты что-то будешь делать неправильно. Ну, не бывает так. Можно только быть гуру, наверное, чтобы все правильно делать. Поэтому по-любому ты будешь допускать ошибки. Ошибки — это нормальный процесс для того, чтобы сделать по-другому, не так, как ты сделал первый раз. Поэтому в любом случае ты будешь допускать ошибки и так далее. Но когда есть видение, то нужно идти к этому видению, развиваться в этом. Перш за все, это должно быть у лидера, у ответственного человека это видение. И она должна уметь поделиться, напевно, с всеми. Как-то так, напевно. Да, да, да. И попробовать. Я с тобой согласен. Если не будете пробовать, то точно ничего не выйдет. Да, да, да. Себя, потому что мы по-любому будем делать ошибки для того, чтобы совершенствоваться. Тут, кстати, фильм один про того же учителя. Так он в команде учил так, да. Он говорит, вы не бойтесь проигрывать. Ну, там, они в баскетбол, по-моему, играли. Он всегда учил играть и проиграть. Как это? И они выигрывали. Потому что многие говорят, мы должны выиграть, мы должны выиграть. Тут проиграл. А если ты прокомментировал, что ты проиграешь, то это не совсем печально. Проиграть тоже нужно уметь. Проигрыш – это не означает, что ты проиграл. Поэтому ошибки будут, это нормальный процесс для того, чтобы не сделать того, что ты сделал перед этим. Можливо, еще на твоем досвиде також кто-то сможет потом не допустить этих помилок. Да, да. Я с тобой согласен. Можно. Я просто думаю, если Бог ставит человека лидером или ответственным, то Бог отдает это видение. И если человека поставили, и этого видения еще нету, если человек на своем месте, и он ищет Бога и его желаний, Бог обязательно даст это видение. То есть я уверена, что Бог никогда не ставит на какую-то позицию, на какое-то место, должность, предварительно не снарядив, не дав знаний. То есть если человек на своем месте, Бог 100% даст видение по шагам, сразу целую картинку. Ну как-то он будет открывать, и вот все это видение будет выстраиваться в красивую такую классную большую картину. Если человек что-то делает, если он двигается. Как хорошо ты сказала. Ну я согласна. Классно. Ну где-то так, наверное. Напевно. 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 В идеалі. Напевно. Ми можем просто інколи не бачити цього, або відмовлятись бачити. Просто зациклитись на якихось своих типу. Та ні, я не можу, я там, це не моє. Але Бог Він дає це, і нам треба вміти це побачити. Это так. Бути відкритими. Буває, что видение вновь изменится. Это тоже таке буває. Вот, кстати, таке питание. Потім воно перерастает в друге бачение. И что тогда делать? Ну ничего, рухатись до него. Что случилось? Было какое-то бачение, вийшли, а потом ризко там что-то изменилось. Ну, может ризко, может не ризко. Я думаю, что то видение, которое было до этого, возможно, это все-таки была ступень к следующему видению. Потому что служение Богу, оно все-таки ведет по нарастающей. Потому что даже если человек призван какому-то глобальному служению, он должен пройти все эти ступенечки, чтобы подняться и так далее. Поэтому то, что ты делаешь, оно поможет тебе сделать шаг к чему-то лучшему и к большему. А вообще служить Богу – это здорово. Вообще, я так благодарен Богу. Я когда вспоминаю вообще, где бы я был бы, если бы не Господь, а Боже. Вы такие счастливые люди, что вы здесь на самом деле. Ну я с вами, я тоже счастливый, что я с вами. Но где-то было такое огорчение. Я думаю, Боже, вот чтобы я пришел к тебе пораньше. Настолько вот ты ценишь вот этот каждый день. Да, можно сказать, что, ну если бы, может быть, ты бы не прошел бы вот это. Вот я бы не хотел бы пройти. Вот тут серьезно. Ни я, ни дети. Я всегда говорю, Боже, ну не нужно вам это проходить. Ну, это зря потраченное время. Жизнь, она дана один раз. И я был бы счастлив, чтобы я родился в верующей семье. Ну, это как бы мои такие думы. Думаю, Боже, ну понятно, что я счастлив, потому что я имею. Ну, знаешь, когда все-таки ты, а что бы ты вот хотел бы, да, вот, ну если бы Бог дал бы тебе что-то изменить. Вот интересно, да, что бы ты изменил в своей жизни? Ну, то есть я задаю такие себе вопросы. Это нормальные вопросы. Понятно, что ты можешь сказать, ну это там, это же не вернее. Ну это нормально, что если бы, допустим, если бы Бог дал бы тебе что-то изменить в твоей жизни. Скажу, я бы многое бы изменил бы. Ну, вот серьезно. Первое, чтобы я загадал бы у Бога Божия, я хотел бы родиться в верующей семье. Вот с рождения. Просто, ну, когда отец, мать, они молятся за ребенка, они благословляют ребенка. Когда ты растешь в семье, тебя учат Слову Божьему. Ну, это все-таки гарантия то, что ты сделаешь меньше ошибок. Потому что, ну, ошибки, они дают свои последствия. Они дают свои последствия. Поэтому цените, что вы имеете, ну, чем в раннем возрасте. Это так здорово просто. Боже, конечно, спасибо, что я пришел. Вернее, Господь привел меня не в 45 лет. Я не знаю, вообще дожил бы я до этого времени. Потому что некоторые из моих знакомых уже их, к сожалению, нет на этом свете. То, что я, Бог привел меня в, мне было 19 лет, 20 лет, где-то так, да. Вот. Но как хотелось, чтобы это было раньше. Потому что многие вещи бы, они бы не совершились и так далее. Хотя я благодарен Богу за то, что есть. Просто. Ну, просто благодарен Богу, что в 28 лет я в Господе. Я скажу, я не жалею. Вот как взять все, что мы говорили сегодня. Перегорание, там, недогорание, там, да. Разные остановки, отслужения. Многое было. Вот это все, это все настолько мелкое по сравнению с тем, что Бог дает. И то, чем он компенсировал. И то, что я имею в своей жизни. Несмотря на те трудности, которые есть. Как бы, да, кто-то отчасти знает, кто-то не знает. Но я настолько вот благодарен Богу, что я здесь. Я не знаю, вот переживаете ли вот такое состояние, что вы, вы вот здесь вот находитесь. Вот в общении друг с другом. Вы не там, где тема, там, вся эта безбожная тусня, вообще, которая не имеет смысла, вообще ничего не имеет. Я, ну, я не представляю. Думаю, Боже, как бы я... Знаете, когда я стал верующим человеком, я сам с собой спорил. Я рассказывал. Я когда сел дома, я покаялся и сел. Я думаю, Боже, как это я стал верующим человеком? Я не знаю, вот как бы... Думаю, да нет, как это я стал верующим? Да нет, не может быть, это все было. Я говорю, да нет, я стал верующим. И думаю, вау, вот это классно, вообще так здорово. Я просто, я благодарен Богу. Это бесценный дар, то, что мы можем иметь. Серьезно, я не знаю. Я буду об этом говорить, я... Я не вижу другой жизни. Поэтому цените. Дети, которые выросли, родители, иногда посматривают, как там лучше. Там ничего такого нет хорошего. Кроме обмана, лжи. Просто. Поэтому я просто благодарю Бога. Я не знаю, как дальше. Я верю, что дальше все будет к лучшему. Оно может меняться. Я не знаю, я могу уйти со служения пастырского на другое служение. Ну, как Бог поведет меня. Я не знаю, как оно дальше будет. Я не боюсь, я не держусь там за эту позицию. Вот так вот, знаете, не отпущу, как, знаете, там депутат за кресло. Не отпущу. Не, я не то... Не в том, что я люблю служение. Я, ну, это для меня от Господа честь, что я могу послужить, что я могу что-то сделать, что я могу как-то повлиять. Вот. Но если Бог дальше поведет, я очень свободный, как бы не буду там держаться. Как бы, ну... Потому что я верю, что Бог что-то лучшее приготовил. То есть это... Это мой посыл, моя мотивация от Бога, что Бог приготовил что-то лучшее. Конечно, я хочу жить в Украине. Я не хочу никуда уезжать. Я уже ездил. Мне не совсем сподобалось. Ты там чувствуешь себя, как чужий странец. И тем более этот язык, который... Кто-то видел в Инстаграме? Там такой, как бы, ролик, да, жизнь без немецкого. И потом жизнь после, как бы... Просто я благодарен, что дети мои, возможно, там. Ну, потому что я вижу, как что-то устраивается у них в их жизни. Они развиваются. Я вообще люблю, когда вот вижу, что они развиваются. Ну, для родителей нету больше радости видеть, как дети... Дети должны быть всегда лучше, чем родители. Это сто процентов. Вот я не знаю. То есть они должны быть лучше. Я говорю, что вы должны быть лучше. На сто процентов лучше. Вот. Поэтому поднимайтесь на плечи и вперед, как бы. Я благодарен Богу, что у меня есть то, что у меня есть. Верю, что чего нет, оно изменится. Не знаю, как, но верю, что оно изменится. И просто, не знаю, я люблю Бога, люблю вас, люблю общину, люблю свою деятельность, люблю людей. У меня все чешется, когда я сижу дома, я хочу ехать туда, говорить Слово Божье. То есть, и на самом деле, исходя из всего, что вот есть какие-то проблемы, я все равно благодарен Богу о том, что Бог, не знаю, как-то меня вдохновляет, мотивирует, каким-то образом ведет дальше. Поэтому жизнь с Богом – это просто прекрасно. Это просто прекрасно. Спасибо за то, что вы поделились своей историей, ответами на такие интересные вопросы. Нам было очень приятно, что вы сегодня присоединились к нам. Аминь. Спасибо. Спасибо вам. И вот такой формат мы еще будем продолжать. Мы будем час от часу делать небольшие подкасти или большие, с различными интересными темами. И также у нас будут еще новые гости. Поэтому… Запрошу тебя. Я очень… Это моя мечта исполнилась, что я побывал тут с вами. Потому что я себя не отделяю от молодых людей. Я себя не считаю. Я не считаю себя старым, хотя меня там называют дедушкой. Вот. Поэтому мне нравится быть с молодежью, потому что они меня вдохновляют. Они другие. Как бы, ну… Мне это помогает все-таки тоже что-то делать, как бы, да, в своем служении. Мне нравится общение с молодежью. Радоваться, общаться. Чем-то помогать, чем-то послужить. Ну, если это получается. Поэтому я тоже благодарен, что я сижу там в красном кризисе. В зручном. Так. Треба терминово зробити рекламу. Мейгешер – это место, где сбиваются ваши мечты. Какая хорошая реклама. Класс. Так, так. Это так. Хорошо, это так. Все. Дякуємо вам. И чекайте наступных анонсов. Вот. На этом все. До свидания. 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 До свидания.